друзья сегодня рассмотрим количественную дельту она нам очень сильно помогает чтобы понять действительно насколько мы видим рынок и наши гипотезы они соответствуют действительности и в какой точке может произойти смена тенденция в какой точке действительно большое напряжение присутствует между покупателями и продавцами и это можно использовать как точку отсчета для наших позиций если заходить позиции в торговом хаосе то очень сложно рассчитать риск если заходить в те моменты где происходит серьезное напряжение дисбалансы какие-то то соответственно риск рассчитать легче а заходить позицию от риска это самая благоприятная методика и так японская иена вот если мы посмотрим дневной график по японской и не то мы увидим что вот в этой области сформировался треугольник вот этот треугольник вот здесь есть две точки опоры что касается восходящей тенденции вот после сильного нисходящего тренда и также вот есть понижающиеся максимум вот они и сформировали этот треугольник соответственно когда происходит пробой треугольника ретест его и сильная свеча нисходящая закрывается на минимуме это для медведей благоприятный момент они здесь чувствуют себя максимально комфортно в то же время покупатели чувствуют себя максимально дискомфортно потому что если мы возьмем точки опоры откуда покупатели рассчитывали на то что произойдет третья волна потому что здесь вот этот первый импульс после сильного тренда он состоялся после чего идет волна коррекции и после этой волны коррекции каждый раз конечно мы ожидаем волну роста так вот здесь какая точка опоры это вот этот канал такой себе нисходящие вот есть тут точки по которым его участники рынка строят то есть вот эта точка является уже такой скажем так финальной точкой для того чтобы это все-таки движение продолжилось и естественно заходят покупатели вот то есть это что касается дневного графика то что мы видим то что касается 15-минутного графика вот здесь по hft объему видно что зашло большое количество продавцов и эту позицию принял крупный игрок принял маркет-мейкер то есть за счет лимитных покупателей по получала получилась такая сильная реакция вот конечно хорошо было бы увидеть движение вот с этой точке прям сразу наверх но таких ситуациях когда это история большего таймфрейма чем 15-минутки эта история сейчас дневного графика то есть здесь работают игроки с дневного таймфрейма соответственно мы видим что цена начинает дальше спускаться вниз то есть происходит выдавливание вот такая сильная напряженная выдавливание покупателей где они вынуждены вот мы это видим по количеству дельте большое количество игроков начинают выходить из своих лонговых позиций и плюс какое-то количество игроков заходит на продолжение тенденции вот то есть это . максимального напряжения кроме того мы это видим по опционам крупные опционные сделки здесь колы здесь открываются потому что крупные участники понимают что в этой точке стоит захиджироваться потому что может быть вы нас продавцов и так скажем шорт-сквиз да вот и также конечно покупатели здесь открывают крупные путовые позиции для того чтобы захиджировать свои покупки то есть все находятся в максимальном напряжении из этой точки и очень вероятно из такой точки ожидает шорт-сквиз принципе что и произошло на следующий день вот то есть например если говорить о том как я лично на эту ситуацию реагировал да то есть в принципе я ожидал из-за этого и чуть-чуть объема из-за того анализа который был проведенный который я вам озвучил было понимание того что в принципе будет этот шорт-сквиз вот потому когда я в эту позицию заходил я стоп поставил подальше у меня он был от минимума рассчитывался как половину от иара да то есть вот если мы возьмем к примеру наш пенель инструмент то мы можем считать вот сколько от иара вот от минимума вот я закладывал в этой ситуации что ну вот если больше чем половина от иара то тогда стоит в принципе будет выйти из этой позиции то есть у меня например стоп не задело буквально там небольшое количество пунктов но вот в этой ситуации смотря на вот это все я понимал что здесь уже пик то есть кульминация происходит и если бы я этого не видел можно было испытывать очень сильное напряжение то есть когда вы находитесь в неведении вы испытываете максимально сильное напряжение и как вы знаете самое главное в трейдинге это уверенность на чем основывается уверенность на том что вы больше видите больше знаете потому что трейдинг это всегда принятие решения в условиях нет отсутствия достаточного количества информации то есть всегда при принятии решения у вас не будет полной картины это свойство трейдинга к этому нужно привыкнуть и это нужно как данность воспринимать но чем больше факторов чем больше вы видите того что происходит тем лучше вы можете себя чувствовать больше у вас будет уверенности открытые интерес нам действительно вот говорил о том что позиции вот по путам и по колам они были открыты увеличена пози больше чем в другие дни было увеличено количество путов и колов вот при том что даже открытый интерес вырос то есть было все-таки вовлечение продавцов в эту ситуацию в принципе вот все что мы видим говорил о том что продолжение не состоится скорее всего состоится шорт-сквиз вот что и произошло в общем-то на следующий день вот то есть вот такой анализ помогает лучше понимать рынок всем хорошего дня на связи пока